Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня у нас апрельский выпуск второго сезона, сегодня у нас 7 вроде матчей, как мы с вами обсуждали, да, 7 матчей в прошлом выпуске мы с вами это в конце обсудили. Сегодня у нас матч начинается, точнее выпуск с матча против Фулхова, мы с ними играли в прошлом сезоне, они, если я не ошибаюсь, выиграли чемпионшип прошлого сезона. Вот, дальше у нас 4 финала Лиги Европы против Аякса, тоже интересная команда. Дальше 2 таких слабых клуба, не подряд идут, это Сангемптон и Водфорд, потом Арсенал, ну и через неделю ровно здесь полуфинал Кубка Англии, он, я так понимаю, в 1, да. Матч будет у нас, как и в прошлом сезоне, мы против Челси играли в полуфинале, вот, сыграем против Лестера. Давайте сразу обсудим, против кого, какими составами мы играем. Ну, здесь логично будет Лестер и Арсенал первым, здесь получается второй, первый, второй, здесь первый. Значит, против Аякса мы сыграем вторым составом, если в первом матче, в котором мы сыграем вторым составом, что-то пойдет не так, я действительно буду выпускать тогда первый состав, немножко поменяю где-то идеологию свою, вот. Ну что же, тогда получается мы первым составом отправляемся на матч против, я тут быстренько так пытаюсь отсмотреть рейтинги игроков, ни у кого там не повысились, против Фулхома мы играем на выезде, вот. Вот, надеюсь, получится у нас реализовать свои моменты, дождь на стадионе Кравын Коттейдж, поехали. Итак, друзья, в сегодняшнем и в следующем выпуске, будет это уже следующий выпуск у нас последним, посвященный второму сезону, закончим мы второй сезон, с вами карьера за канал в следующем выпуске, и будет, это, наверное, больше всего посвящено матчу в АПЛ, это лишь за борьбу в АПЛ за первую-четвертую строчку, но вряд ли мы уже станем чемпионами, это понятно, лишь бы зацепиться вот за четвертую строчку, у нас 5 очков отставания до Ливерпуля, но у нас матч в запасе, поэтому если мы выиграем сегодня, то будет в 2 очка отставания, вот. Худшие результаты по играм дома, у Фулхома ни одной игры они не выиграли, 14 проиграли, и сейчас они находятся на 20-м месте, они вылетят снова в чемпионшип, вот, хотя в прошлом сезоне стали там чемпионами, ну что же, Фулхом, Престон, АПЛ, поехали. И, естественно, мы пропускаем Керни, нам забивает, 1-0, первый вообще момент у Фулхома, и 1-0. Просто замечательно, я выпускаю Мешкова вместо Мельникова, чтобы не забыть. Но это обидно сейчас, естественно. За 23 минуты до конца мы выпускаем нашего воспитанника, надеюсь, что друг покажет какую-нибудь из себя хорошую игру. Ну и вот так вот, друзья, мы проигрываем команде, которая находится сейчас на последнем месте в АПЛ, и она выигрывает свой вообще первый матч за весь сезон. То есть, куда бы мы ни ушли бы из чемпионшипа, либо в АПЛ, вот, везде мы будем проигрывать в Фулхома у них дома. 3-0 бы им в прошлом сезоне проиграли, это вообще странно. Единственный момент у них был, и вот они его и забили. Так, быстро отвечаем на вопросы. У нас следующий матч вроде против Аякса. Совершенно знаю, как мы будем тогда против Аякса играть, если тут даже последняя команда АПЛ мы проигрываем. Ну и все, теперь у нас, естественно, 5 очков отставания. Мешков сдан в аренду, да. Айвазин только что играл и говорит, ему нужно чаще играть, вообще странно. Так, прокачиваем наших дальше футболистов. Трушечкин 76-й рейтинг получает. Нет, 75-й там, а у характеристики у одной повышения у него. Так, я зайду сейчас в центр состава, глянем. Так, вот, Мешков. Статистика 3 матча, да, ему еще 2 матча осталось отыграть, замечательно. И будем сейчас, естественно, вот вторым составом играть против Аякса дома. Ну и навыздить, скорее всего, мы тоже будем играть вторым. Так, нельзя недооценивать, скажем, Аякс. Все-таки до чертежа финала Лиги Европы дошли. Наслабояться нам тоже нельзя. Мы можем играть еще лучше, скажем. Итак, играем мы дома. Вторым составом против Аякса. Посмотрим. Все-таки в Аяксе сейчас там есть еще Зиеш. Вроде как должен был быть. Вот, поэтому классный игрок. Промес, вот, скорее всего, это его нам сейчас показывают, а может быть и нет. Все, мы готовы. Вот такая у нас расстановка на матч. Вот такие вот игроки выходят сегодня. Пасмур на стадионе на нашем. Поехали. Итак, наш стадион, он просто легендарным уже стал. Сегодня мы принимаем четвертьфинал Лиги Европы. Болельщики настроены на то, что они увидят еще и полуфинал Лиги Европы на этом стадионе. Мы тоже на это намерены. Поэтому мы обязаны ради болельщиков, ради нас самих выигрывать Лигу Европы. И благодаря этому выходить в, точнее, попадать на групповой раунд Лиги Чемпионов. Я надеюсь, это получится. Дзюба. И вятки забивают. Какой замечательный бильярдный гол-то сейчас получился. Отлично. 1-0. Прессон обыгрывает сейчас Аякс. Замечательно. И неплохо. Может сейчас, да, получиться. Петраков хорошо сейчас отдал передачу вперед. Дзюба. И вяткин забивает. Апсайда, я надеюсь, не было. Да, это 2-0. Дубль Ярослава Вяткина. Очень хорошо сейчас мы вышли в эту контратаку. Быстро распасовались. Уверенная победа Прессон над Аяксом. Дома. 2-0. Не позволили мы забить гостевой гол Аяксу. Хорошая на самом деле победа. Вяткин лучший игрок. 9-2 у него оценка. Престон выиграл дома с разницей. Так. Нужно сохранять концентрацию. Мы скажем. Айвазян играл, потому что прошлый матч с Фулхомом. Хватит вот эти вот вопросы задавать. Почему тот, почему этот не выходил. Так, у нас матч сейчас против Сонгемптона. Что у нас по ситуации. Нас обогнал сейчас Арсенал. Как вы видите, мы уже даже не попадаем на пятую строчку. К сожалению. Если мы сегодня выиграем Сонгемптон. Мы у нас 70 очков. У нас отставание сейчас на данный момент. Так, верните меня обратно. На данный момент у нас отставание в целых 9 очков. Вы серьезно? В 9 очков у нас от Тоттенхэма отставание. Вот. Поэтому сейчас нам надо обыгрывать Сонгемптон дома. И обходить Арсеналом. Потому что при равнице очков мы Арсенал обгоняем. Все. У нас третий матч уже в выпуске. Играем против Сонгемптона дома. АПЛ. Дождь на стадионе. Поехали. Итак. Замечательный снова наш домашний стадион. Я надеюсь, что победу нам сегодня принесет. В прошлый матч все-таки мы обыграли Аякс. Со счетом на 2-0 здесь. Поэтому я верю, что все-таки нам должны помочь. Родные стены. Козлов. И Мельников. Это 1-0. От штанги залетает мяч. Отлично. Хорошо сейчас Козлов отдал эту передачу. И мы пропускаем на последних минутах первого тайма. Естественно, Сонгемптон просто так берет. Свой первый момент реализует. Просто замечательно. А Козлов-то неплохо сейчас сыграл. Мельников отдает на Мишина. И Мельников забивает дубль головой снова. Причем от штанги. Вот это вот игра. Замечательную игру показывает сегодня Максим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну это все. 2-2. Очень хорошо сейчас все разыграл Сонгемптон. И это очень обидно. Потому что мы прям такие именно комбинационные всякие. Они просто вот отдали на пустые. И все. И Козлов. И Козлов делает счет 3-2. Какой сегодня матч у нас вообще. А еще и первым составом ведь играем. Очень тяжелый на самом деле. В АПЛ теперь очень тяжело даются игры на самом деле. Так. Да. Вот снова поменяем Мельникова на Мешкова. Хорошо, что нам напомнили. Ну тем более мы сейчас выиграем. 11-й гол забивает Козлов в премьер-лиге. И какую передачу-то Мешков сейчас отдает. Головин. А Козлов забивает Дубы. И предголевой пас ведь отдал именно наш Регин. Очень хорошо он здесь открыл. Головину это пространство. Он забежал. И все отлично. 1-0. Ой, 4-2. Все уже. Из их заплетается. Потому что очень тяжелый сейчас действительно матч. Головин хорошо отдал. Ну и рядом вообще на самом деле с голкипером это было. Доигрывать нужно до конца. И пропускаем. Карильо нам забивает 4-3. Вот это значит замечательно, что все-таки получилось Козлову у нас забить дубль. И все. Победа 4-3 минимальная. Очень тяжелый на самом деле матч получился. Еще и на 93-й мы пропустили. Сейчас 3-й. Это вообще. Где вся оборона была? Вообще не понимаю. Хотя бы у нас вот атака в этом матч хорошо сложилась. Вот. У нас 3 удара. 3 в створ удара и 4 гола. Как так вообще получилось? Наверное все-таки штанга тогда Максим попадал. Ну 9-4 у него оценка. Лучший игрок матча. Козлов стал героем. Забил 2. То, что Мельников забил 2. Это вообще. Так. Никаких улучшений не нужно. Заслуга игроков, скажем. Так. Отыграли мы первые 3 матча. 2 победы. 1 поражение. К сожалению, Кривохарченко 80-го рейтинга становится. Теперь мы будем до 85-го получается качать. Вот. Так. Давайте зайдем. В центр составов. Можно ли у нас... Нет. Походу нельзя. Кривохарченко убрать. Так. Что по Буренкову? Его там можно будет убрать уже или нет? Когда этот баг пройдет? Радостный игрок в нашем составе. Но уйти... Убрать его, точнее, мы не можем. Итак. Отыграли мы первые 3 матча. Вот. И остается у нас 4. Последних на сегодняшний выпуск. Снова игра против Аякса. Проводим предматчевую пресс-конференцию. Кружечки на ротация важна, скажем. Он будет сегодня играть. Мы хотим снова выиграть. Наша тактика доказала себя. Так. Все замечательно. Здесь вот Вяткин, да, на пятую стройку сразу поднялся. Благодаря своему дублю. Головины и Идриси. Лучшие бомбардиры. Надо вот дать Головину все-таки где-нибудь, наверное, в моменте какой-нибудь выйти на замену. Забить один гол. Постараться. Вот. По рейтингам здесь смотрю. Вяткин 78-й пока же так и остается. Вот. Поэтому мы играем сегодня вторым составом. Играем на Амстердам-арене. Вызная наша игра. Играем в желтый, а не в своей домашней. Йохан Кройф-арена. Извиняюсь, пасман на стадионе. Поехали. Итак, Йохан Кройф-арена. Наш первый вообще соперник Аякс из Голландии. Наш первый выезд туда. Ну, домашняя победа 2-0. Я надеюсь, что у нас получится обыграть и здесь. Либо в ничью там как-нибудь сыграть, да и проиграть со счетом 1-0 мы можем. Вот. Главное сейчас нам сконцентрироваться только на замечательном этом трофее Лиги Европы. Будем уже верить в то, что он наш. Итак, у нас четверть финала. Ответная игра. Аякс против Престона. Квинси Промис. Подача. И пропускаем. Пиви какой-то. Вообще не знаю. На девятой минуте. Пропускает у нас Кривохарченко. Хотя рейтинг-то у него новый. Дзюба. Кучаев. Очень хорошо. И Вяткин, а? Вяткин забивает свой девятый гол в Лиге Европы. Он сравнивает счет в матче. Это 3-1. И теперь надо забивать, получается, еще три мяча. Аяксу. Потому что мы забили гостевой гол. Если они сейчас забьют еще два. Будет счет 3-3. Но все-таки у нас гостевой гол. Напоминаю. Замечательно. Вяткин отдает на Кучаева. И все. Здесь только бежать. Бам! И Вяткин. Отлично здесь Кучаев на него отдал. Десятый гол Вяткина. И он сравнивается с Александром Головиным. По бомбардирской гонке сейчас в Лиге Европы. Все супер. Очень хорошо здесь отыграл Кучаев. Конечно, пас вообще медленный здесь получился. Я думал, посильнее получится отдать. И забивает Промиес. 2-2 сегодня счет в матче. 2-4 в общей сумме. Интересную игру показывает от себя. Амстердамский Аякс. Хотя бы... Хотя, наверное, победу в матче. Тадич. И все-таки Серхуиз забивает. 3-2. 3-4. В общем... В зачете, так сказать. Так что Аякс сейчас даже выигрывает. Дзюба. И Вяткин забивает хэтрик. Это 3-3 в матче. 3-5 в общей сумме. Вообще замечательно. Вяткин теперь лучший бомбардир Лиги Европы на данный момент у нас. 11 голов он забил. В этом сезоне. И давайте вместо Меламеда мы выпустим Мешкова. Отлично. За 15 минут. Ну и все. Мы сейчас вроде должны сделать задачу с молодежью. И не забивает промес. И все, друзья. Мы в полуфинале Лиги Европы. Сыграли матч с Аяксом в мячу 3-3. Вяткин получает свой мяч. Он забил хэтрик сегодня. За 5 ударов. Ну и супер. 5-3 мы проходим в общей сумме дальше. Ну и Вяткин здесь наценка 10-0. 5 ударов и 5 створ у нас за игру. Дальше также проходит у нас Мелам. Он обыграл Рому. Дальше проходит Байер. И проходит дальше Челс. То есть здесь мне вообще уже без разницы против кого играть. Потому что все команды серьезные. Мы можем вылететь, да, в полуфинале причем. Трущики находятся в прекрасной форме. Все комплименты заслужены. Вяткин оформил хэтрик. Прекрасная игра, мы скажем. Сегодня мы рассчитывали так. Качество игры было важнее результатов. Вот так мы скажем. Потому что мы все-таки все равно дальше прошли. Отлично. Так. Я так понимаю, я там выполнил. Развитие молодежи. Да, мы Мешкова все больше не будем выпускать. Мы все сделали. Нам осталось сократить зарплаты игроков. Это краткосрочно еще тем более. Вот. Почитаем давайте сообщение. Изменим расписание. Отличная работа с молодежью нам сказали. Календарь. Календарь. И сегодня у нас еще один матч добавляется. Это матч против Милана. Супер вообще. Календарь. Мы на пятой строчке. Обгоняем все равно Арсенал. Восемь очков у нас отставания до Ливерпуля. Так. Вот. За эти два матча мы можем сделать отставание в два очка. Так. Карамакер говорит, что он в хорошей форме. Я подумаю, мы скажем. Дюба, кстати, все на второй строчке. 26 мячей. Кензи здесь 4 мяча. Его обогнал все-таки. И у нас игра против Арсенала. Так. Во-первых, мы смотрели с вами или нет? Здесь команды. Лига Европы. Да. Мы не смотрели вроде с вами Порту. Порту мы с вами не посмотрели. Мы договаривались с вами посмотреть всех команд и лучших игроков, которых мы вот выбили. Вроде мы не смотрели здесь. Эзекель Понце. Я все-таки добавлю его посмотреть. Последить, так сказать, за ним. Вот. И нам сейчас надо посмотреть еще и Аякс. Эзекель Понце, 24 года. Он из Спартака. Добавим в список. 30 миллионов у него отступные. Он нам вроде забивал. В Лиге Европы. Так. Так. Ну, надо вот здесь, наверное, все-таки посмотреть. Аякс здесь все-таки. Хотя нет. Или как вообще? Не понимаю смотреть. Смотрите. Душан Тадич, 73. Это здесь. А здесь, ну, везде. То есть, Тадич был лучшим игроком. Так что я добавлю его. Посмотрим. Так, Тадич. Душан Тадич, ему 32 года уже. Возрастной, конечно, игрок. Вот. Ну и также я бы хотел в конце сезона, мы потом бы с вами сделали вот эти три команды, которые у нас вылетают из АПЛ. Я посмотрел бы их лучших игроков, как они провели себя. Потому что вот Фулхам, например, есть Тим Кернер. Или Том его вроде зовут, который нам забил за Фулхам. И мы бы с вами могли бы его подписать. Я хочу подписывать одного иностранца себе, чтобы у меня был один иностранный игрок в составе. Потому что сейчас у нас идет Бомбгарнер с следующего сезона. Так что мне бы хотелось все-таки иметь какого-нибудь еще себе регионера у себя в составе. Так, что у нас вообще по делам здесь все нормально? Вроде пока Бомбгарнер в аренде, да, еще. Вот. Ну а сейчас у нас получается, получается, игра против Арсенала, Вотфорда, Лестера и Милана. Ну что же, первым составом мы выходим. Выездной матч. Играем мы на Эти... Нет, Эмирейт, да, Стадиум. Этихат, это у Манчестер-Сити. Ну что же, посмотрим. Попробуем сегодня мы оторваться от Арсенала как минимум на 3 очка и держать за собой пока что пятую строчку в надежде на то, что кто-нибудь там ошибется сверху таблицы. И мы туда попадем. Поехали ясно на стадионе. Итак, замечательный стадион. Эмирейт Стадиум. Мы вроде здесь вообще впервые играем. На этом поле божил раньше тоже русский футболист Андрей Аршавин. Так что интересно будет и нам здесь сыграть. Артем Дзюба сегодня не в заявке. Но очень много есть таких перспективных ребят. Мы надеемся сместить Арсенал, чтобы он даже не был с нами на одной строчке и разделял с нами одну строчку. Нам нужно безоговорочное лидерство на определенные позиции. Передержали сильно. Нулевая ничья с Арсеналом. Дели мы все так же с ними. Получается пятую строчку. Но главное нам сейчас там наверное по голам не проседать. Мало вообще ударов. В два раза меньше чем у Арсенала. Игроки устали действительно. Это факт. И я понимаю разочарование команды. Мы стараемся выиграть естественно все матчи. Тем более в данный момент. Когда у нас сейчас идет здесь борьба. И у нас отставание сейчас 7 очков. Но мы можем сейчас до 4 сделать. Аромакер. Правда ценит, что мы его выпускаем. Выпускаем. Так. Теперь вместо Кривохарченко мы все доставим Довбню. Пусть и он покачается. Ну что же Дюба здесь на 4 мяча отстает до Кейна. Но Дюба и не играет практически. Сейчас вот будет играть долгожданно в своем матче в АПЛ. Игра у нас против Отфорда. Но и еще и пресс-конференция зачем-то. Так, мы будем биться до конца естественно. Против Аутсайдера. Расслабляться здесь не стоит действительно. У нас есть все что нужно чтобы обыграть Водфорд. Ну что же ребятам. Верю я в нас. Все-таки мы должны одерживать победу. Сегодня над Водфордом еще и на выезде играем. Будем хотя бы бороться тогда за четвертую строчку. Там если мы сегодня выиграем 4 очка будет отставание. Надеюсь получится все у нас. Поехали. Итак, замечательный стадион Водфорда. Сегодня я надеюсь у нас получится одержать победу долгожданную у нас в АПЛ. Играем вторым составом. Ну и Артем Дюба, который на 4 мяча теперь отстает до Харрикейна. Сыграет сегодня долгожданный свой матч. Они давно кстати не играли. Именно эти парни в АПЛ. Ну и Вяткин все-таки стал звездой в Лиге Европы. Посмотрим как он отыграет сегодня в АПЛ. Или это только у него вот распространяется на матче Еврокубков. Опасный момент. Удар и естественно это гол. На 10-й минуте Водфорд даже не дал повладеть мячом. Они просто отобрали мяч и сразу пошли в атаку. А вот и Жамалединов. 1-1. 13-я минута. Рифат Жамалединов забивает. Отлично. Потрясающая игра. Супер. Ну и третий гол у Жамалединова в премьер-лиге. Ну хотя бы у нас получилось быстро сравнять. Сейчас надо постараться выходить теперь вперед снова. Он перешел в Дорканскую Боруссию как свободный агент. Вяткин. Замечательно здесь с Дзюбой. Бам. И Вяткин забивает это 2-1. Все-таки значит Вяткин не только в Лиге Европы у нас забивает. Но и в премьер-лиге очень хорошо сейчас с Дзюбой. Они вышли в контратаку. И вот так вот. Хоть и вел сейчас Водфорд 1-0. Мы сделали быстрый камбэк 2-1. Кучаев. Отдает пас на Дзюбу. Дзюба все-таки забивает 3-1. Артем Дзюба забивает гол. Отлично. Три мяча теперь отставания. У Дзюбы до Кейна было 4. Но Дзюба очень долго не играла в премьер-лиге. Из-за того, что он понизился в рейтинге. Он теперь хуже, чем Козлов. Именно по рейтингу на единицу. И теперь выступает за второй состав. Поэтому второй состав не так часто выступает в премьер-лиге. Вот только в Лиге Европы. Ну и там Дзюба не сильно себя показывал. Там вот Вяткин только хорошо играл. Меломета дает на Дзюбу. И Дзюба забивает дубль. Два мяча остается Артема Дзюбы до Харикейна. 4-1 мы ведем уже к перерыву. Проигрывали 1-0. Вот что показывает игра пятой строчки против аутсайдера, как нам сказали перед матчем в пресс-конференции. Ну, замечательно. 28-й гол Артема Дзюбы. Есть еще и второй тайм, друзья. И все, друзья. Разгромная победа. Пресс над Водфордом. 4-1. Дубль сегодня от Артема Дзюбы. Рифа Джамальдинов. Ярослав Вяткин забивали. Лучшим игроком сегодня является у нас. Артем Дзюба. 9-5. У него оценка. Почему я не вышел? Так, Дзюба демонстрирует ведущийся футбол. Они молодцы. Все. Так. Я жду тебя большего. Говорим про Айвазяна мы. Ну, я буду верить. Сейчас мы посмотрим, с кем у нас вообще игра начнется в мае. С Уэстхэмом. Посмотрим. Я хочу сейчас постараться вообще отыграть матч против Лестера и против Милана первым составом. И надеюсь, это получится. Команда готова победить любого соперника на любом стадионе. Мы играем на Уэмбли, кстати. Так. Ну все. Мы сегодня играем типа дома. Но на самом деле мы на Уэмбли играем. Мэдисон еще до сих пор в Лестере. Расстановку вы знаете нашу. Будем играть. Но я буду делать, да, по крайней мере сейчас замены. Многих игроков, чтобы они были готовы еще и к матчу с Миланом. Поехали. Итак, разминаются наши игроки. Мы дошли. Второй сезон подряд до полфинала Кубка Англии. Можем сейчас выйти еще и в финал. Одна игра против Лестера все и решит. Соперник на самом деле интересный. Тяжелых в этом сезоне вот уже начиная с полфинала и в четвертьфинале не было таких прям. Поэтому я верю, что у нас есть все шансы выиграть в этом году очередной наш Кубок Англии. Престон, Лестер. Полфинала Кубка Англии. Поехали. И как мы сейчас шикарно отдаем ее на Максима голевую передачу. Очень хорошо здесь сам с мячом продвинулся. Классная передача еще и на головина. И Айвазян делает вообще уже счет 2-0. 26-я минута. Скорее всего мы в финале Кубка Англии. Ажемалединов. Замечательно здесь избежал офсайда. Обогнал. Обошел даже соперника. И замечательно вышел. И все, друзья. Мы обыграли Лестер в полуфинале Кубка Англии. С счетом 3-0. И мы проходим финал. И мне интересно с кем мы там все-таки сразимся. Потому что это может стать для нас нашим третьим трофеем в карьере. Просто на 4 удара. 4 в створ и 3 гола. Головину лучший игрок матча. 9-3 у него оценка. И будем мы играть в финале Кубка Англии против Эвертона. Они также разгромили своего оппонента. С счетом 3-0 вынесли Кристал Пелос. Ну и Эвертон тоже интересный соперник. Мы их обыгрывали. Причем оба раза крупно. Там 5-0 вроде или 6-0. Вроде 5-0. Причем на обоих стадионах. Так, тяжелые тренировки и командная работа. Почему Кучаев сегодня играет так мало? Потому что отстаньте с такими вопросами. Вот. Приходит нам сообщение. Призовый фонд. Кубка Англии. Замечательно. Проводим тренировку. Жамалединов прокачал владение. Масаковский силу удара. Ну да, сейчас Вяткин лучше бомбардир. Вместе с Головиным. 11-10 голов у них. Ну а сейчас у нас игра против Милана. И первый состав. Ну он у меня готов. Более-менее смотрю. Хорошо. Если что, ну кого-нибудь заменю. Против. Ну или вообще не буду делать замену. Мельников в последнее время находится в хорошей форме. Согласен. А мы профессионалы, скажем так. Вероятность есть, скажем. Все на этом. Вопросы закончились. Мы играем первый матч на выезде. Я надеюсь, нам это поможет. Вот. Ну что же. Там Златан. А нет, Златана, кстати, еще нету. Да, в Милане у нас. Слава Богу, мне кажется. Что же, облачь на стадионе Сан-Сиро. Поехали. Итак, разоминаются игроки Милана. Замечательный стадион Сан-Сиро. Наш первый итальянский соперник, между прочим, в Лиге Европы. И я надеюсь, что у нас все получится. Сан-Сиро. Милан приготовил замечательный перформанс. Просто натянули баннер. Но это тоже интересно. Ни футболиста никакого-то они не взяли. Ни Шевченко, ни Кака, ни Рональдинио, например. Ни Зубастика Роналду. Он вроде играл, да, за Милан. Если я ничего не путаю. Но все равно интересно. Сегодня против очень классного голкипера мы играем. Против Донорумы. Милан, Престон. Полуфинал Лиги Европы. Первый матч. Поехали. Неплохо. И... Козлов 1-0. Как сейчас хорошо. Прямо сразу же после перерыва мы забиваем. 49-я минута. Андрей Козлов забивает. Мы забиваем выездной гол. Очень важный для нас. И замечательно. Отлично. Очень здесь хорошо Кучай. Во-первых, отдал передачу на Головина. Да. Но здесь оборона очень плохо сыграла. И это... Какой гол Козлова? Четвертый гол уже в Лиге Европы его. И пропускаем. Вот опять какая-то вот ошибка в обороне. Нельзя было просто здесь аккуратно вынести. 1-1. Милан сравнивает. Пионток все-таки забивает через 7 минут после того, как мы забили. Козлов. И еще Козлов. 2-1. Что творит Козлов сейчас? А вы просто видели. Один удар у него не получился. Он второй головой сейчас просто уже вынес. Ворота отлично. И все супер. Козлов здесь... Ну, попытался, да, левой ногой еще прям в Доноруму. Но вот этот прям замечательный удар. Пятый гол Козлова в Лиге Европы. Замечает. Через 5 минут после забитого мяча от Пентека мы забиваем. Головина дает на Кучаева. Акучаев. Акучаев забивает сейчас ворота Милана на последних минутах. 3-1, друзья. И вот. Кучаев ведь уже даже... Он сам понимает. Он подписал уже контракт с Абуэр Хэмптоном. Он понимает, что уйдет туда. Но все равно он продолжает играть за Прессон. Как за свою родную команду. И действительно сейчас нам это очень помогло. Кучаев замечательно еще и левой ногой рядом с Донорумой пробивает. 3-1. Перед домашним матчем замечательный задел. Константин Кучаев вроде первый его гол, да? В Лиге Европы. Третий даже уже. Вообще замечательно. Ну и все. Сейчас будет исток арбитра. Уверенная победа Прессона над Миланом на выезде. Мы забили 3 мяча. Хороший задел. Забьет 2. А Милан... Им это не поможет. Забьет 3. Выйдут дальше. Но если мы забьем дома еще один, надо ему будет забивать 3. Будет тогда у нас там дополнительное время и все такое. Но у нас снова стопроцентная точность ударов. Кстати. Головин лучший игрок матча. 9-2. У него оценка. Итак. Нам есть еще куда расти, скажем. Мильников в прекрасной форме. Все такое. Козлов забил дубль. Молодец. Все. Грация Акула. Да. Все. На данный момент у нас сейчас 2 очка. Даже 2? Серьезно? 2 очка у нас наставания до Ливерпуля. Кстати. Ну и сейчас... А, это Арсенал. Пардон. Тут Арсенал нас обогнал. Кстати, из-за того, что у нас, скорее всего, Лига Европы. Ежемесячно на отчет. Давайте глянем. Так. Здесь у нас Малкин. И здесь у нас Артамонов. По крайней мере, проходит. Дмитрий Буренков на неделю вылетает. Кстати, у него растяжение паха. К сожалению. Ну и вот. Ух. Тут Кейн еще на забивал дубль. Поэтому Дзюбе вряд ли получится догнать его как-либо. В следующем выпуске у нас будет с вами 6 матчей. Но будет 7. Если мы обыграем Милан и выйдем в финал Лиги Европы. Все такое. 4 матча у нас остается в АПЛ. Сток, Ньюкасл, Бернли, Бестхам. Так что, надеюсь, сможем здесь держать победу. Подводим итоги выпуска сегодняшнего. У нас сейчас, на данный момент, 34 игры. Именно мы сыграли. Получается 6 очков мы максимум можем за эти игры добить Арсенал. Поэтому у нас может быть 80 очков. Но получается, если мы сейчас выиграем 7-7, в 2 очка у нас отставание до Ливерпуля будет. Мы здесь выиграли, да, это суперкубок Англии, 4-2 Манчестер-Сити. Здесь мы против Эвертона на финал Кубка Англии 22 мая. Дальше здесь Ливерпуль все-таки выиграл Манчестер-Сити в Кубке Карабао. Здесь Лечи. Здесь Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед. Это мы с вами смотрели. Здесь у нас Барса вынесла Атлетика 4-0 и Реал обыграл Баварию 2-1. Ну а там вроде Челси обыграли, да? Нет, они в ничью, кстати, сыграли. Так что будет интересно против Байера нам сыграть. Все, друзья, на этом. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые выходят у нас по субботам. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жизнь, до новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok